мы тут снимаем контент крутой кстати по закладкам вот недавно короче был такой прикол не они у меня в голове только работа сам я по себе вообще вешенку не очень я больше шампиньоны люблю но есть люди которые любят вешенку ты понял я всегда с собой беру видеокамеру лёха не пришел еще ташкент разводишь надо ты по великам до специалист ну да если у вас будут какие-нибудь вопросы по поводу там перебрать вилку согнать разогнать увеличить уменьшить обращайтесь по сварке тоже изменение геометрии ром и всякая такая фигня лёха позвонил сказал надо работать хе-хе-хе а это наш папарацци я не знаю как но он постоянно подлавливает меня когда я иду на работу это просто жесть какая-то вообще хе-хе ты что трекер на меня поставил хе-хе 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 доброе утро ну да доброе утро 12.10 ты давно меня тут ждешь? да нет нет но сегодня я тебе баксы не должен платить? хе-хе посмотрим хе-хе хе-хе ну че ты там хе-хе ты че там стоишь? хе-хе хе-хе здорова здорова вот короче я дома не попил не попил кофе и лег спать потом проснулся и думаю надо еще кофе по пути еще купил кофейка и иду уже с таким залипшим бодрым состоянии вот да вот тут много работы мне вообще сюда не хочется идти если честно ну придется на тебя там уже все заждались погнали посмотрим что там происходит алоха алох алох смотри банда банда уже тут мухло спорь и мухло спорь и мухло спорь и мухло что это такое спорь и мухло это он слушай стопутово даже не хочу смотри стоа мухло схкинул еще я циндровочные кольца налитые диски вот нашел одного чувака в нашем городе продает эти кольца Вот, что-то не могу к нему дозвониться. А что я ищу вообще? Потому что ты у нас специалист. По поиску или что? Нет, потому что мы по копору и все прочее. Нас плохо выходит все делать. А ты квалифицированный специалист. Опытный. Когда стоишь себя зажигу, такое ощущение, что у нас зафиг. Мы пробовали тот день, когда я сел, за рулит вас крылесоса. Привет. Здоров. Что-то, как дела? Так, могу быть и получше. На работе уже хорошо. Что они там делают? Да, ковыряются. Ковыряются? Видишь, обремонтировали, мне все ковыряют и ковыряются. Да, понятно. Добрый день, девушка. Я хотел бы оформить доставочку. Подождите, пожалуйста, а где вы хотите сделать доставку? Котельниковская, 21. Когда доставка будет? Доставка, возможно, на следующий день. На следующий, а сегодня нет? 12. У нас заявки на доставку принимаются до 12 часов. После 12 часов курьер выезжает на доставку. Так, я вас понял, тогда отмените доставку, мы сами заедем, заберем. Хорошо, отменена. Все, спасибо большое. Вот за что я не люблю Экзист. За то, что у них доставка на следующий день. Вы понимаете? Такая большая контора, и у них доставка один раз в день, и только на следующий день после оформления. Ну, это же бред какой-то вообще. Ну, пацаны, надо что-то решать вообще. У вас весь интернет только про вас и говорит. Экзист, экзист, я заказал на Экзисте, на Экзисте, на Экзисте, посмотри на Экзисте. Так вообще Экзист, ну, хорошо, Экзист, ну, круто. У вас там все есть, вы можете все достать по нереально большим ценам. Ну, блин, доставка-то у вас на следующий день. А зачем мне доставка на следующий день? Экзист, это супер профессиональные автоэлектрики. Просто один раз я уже собирал машину без болтиков, без всего, а теперь не хочется. Поэтому вот так вот. Теперь нужно подписывать. Какой болтик, куда закручивать? 14 желтый, 12 белый, плюс белый, синий. Вот так вот, ребята. Технологии современные на нашем СТУ. А хочешь, я тебе прикалю? Да, темно-темно. Ну, пойдем, пойдем. Прикалывать людей или нет? Ну, конечно, прикалывать, а что ты думаешь? Так, мы в подвал спускаемся. Катакомбы какие-то. У-у-у, смотри. Йо-о-о. О, еще мы выращиваем вешенку, пацаны. Вешеночка. Лапа, смотри, какой. Сам я по себе вообще вешенку не очень люблю. Я больше шампиньоны люблю. Ну, вот, есть люди, которые любят вешенку. Не знаю. О! Вот это, что-то тут происходит. Конечно, была идея здесь что-то другое посадить. Но, друзья. В итоге я не найду этот номер. И не найду на OLX объяву эту. Там не было закладки. Ну, сейчас я в истории посмотрю. Закладки. Закладки. Закладки тут на реке будут шалиться. А, кстати, по закладкам. Вот недавно, короче, был такой прикол. Я не помню, кто тут был. Кто тут был? Ты тоже был? Олег был. Олег был. Короче, был стар с того бокса. В общем, это было вечером. Уже темно. Я выхожу. А, я где-то тут. Стас подходит. Я говорю, то не к вам человек. Я говорю, в смысле? Ну, он на улице стоит. Я такой, хер его знаю. Чего он сюда не заходит. Он говорит, подходим туда к двери вот сюда на выход. Он говорит, только он там за столбом стоит. Я говорю, в смысле, чувак к нам не за столбом где-то там стоит? Ну, ладно. Выхожу, смотрю, чувак, какой-то вообще левый чувак возле собак, возле будки стоит. И там что-то светит фонариком. Я такой подхожу. Добрый вечер. Вы что-то хотели? А, не, я тут друзей жду. И, бля, я чуть не сдержал смех, реально, потому что чувак стоит у нас на территории возле будки собачьей. Говорит, я тут друзей жду. Прикинь, чувак ждет друзей возле будки. Ну, в итоге, понятно, потому что он такой ко мне подошел, шаринка расстегнутая, такое. Ну, чувак нормально одет, все. Ну, видно, что юзер постоянный, потому что такая какая-то речь у него невнятная, его мажет. И все. И он что-то там начинает рассказывать. Тут мы с кентами договорились встретиться. Я же еще раз думаю, у нас на территории возле будки собачьей вы договорились встретиться или что? В темноте, друзей ждешь. Ну, ладно. В итоге я понял, реально, что чувак ищет закладку. Вот. Пацаны, не надо так делать, потому что вы со стороны смотритесь очень херово. Ну, в итоге он проговорился. Да, вот мне на карте точечку поставили, короче. Ну, конечно, я чуваку помог. Да, я ему сказал, что еще одна собачья будка находится за территорией, она там чуть-чуть дальше. Он говорит, ну, мне колесо нужно, короче. А там реально у нас тоже колеса лежат. И там колесо, я говорю, иди туда. Там твое счастье, иди туда. А, спасибо, спасибо. Не, не. У меня в голове только работа. Не, иногда проскакивают такие моления. Чуть-чуть. Ну, я сразу отталкиваю эти мысли. Не, ну, когда, конечно, ты с утра до ночи здесь висишь, у тебя уже реально мозг кипит. Тебе хочется вообще уйти с этого мира в какой-то другой мир сказочный, интересный. Но я просто беру водку и бухаю. Красавчик. Ну, что тут подсобочка, тут переодеваемся, да? Ну, тут, да. Я стою туда, что-то смотрю, а там тебя нету. Где меня там нет? На улице. А что я там должен быть? Я ж не знаю. Я просто сюда забыл посмотреть. А потом поворачиваюсь, опа, тут камера, тут ты. Мы тут снимаем контент крутой. Мы чувствуем, что напихают те пацаны в камеры. Напихают. Туалет на мою ждет, чтобы ему напихали в камеры. Правда. Не, он рассказывал, конечно, когда-то что-то такое интересное. Не говори, не говори. Интересную историю. Не говори, не рассказывай. Это нельзя никому знать, кроме тебя. Кроме меня? Да. Я не мог спать после этого три дня. Я думал, с кем я работал, кого я взял на работу. Ты же у меня справку не спрашивал, никакую. Кстати, вынеси мне справку, пожалуйста. От этого. От психиатра, пожалуйста. А у тебя есть справка? Да, со мной все вроде в порядке, не знаю. Неправда. Ты мне на ухо кричишь. На ухо я тебе кричу? Да, были дела. Не, ну это я просто уже не выдерживаю. И начинаю кричать на ухо тебе. Это типа как перепускной клапан, наверное, да? Да, это Возгейт. Я вчера смотрел видос, где мне угрожали, короче, повесткой в суд. Так. Вот. Я просто не понял, а куда они мне эту повестку будут отправлять? Там, где я прописан, уже не живу лет 11, наверное. Вован, я думаю, что это дальше телефонных разговоров никуда не зайдет, потому что... Не, просто аж может быть уникновение от типа каких-то там этих... Ну, что это будет уголовная ответственность, если я на суд не приду. Ну, если ты не знал о нем. Не, ну там, где я сейчас живу, никто не знал, где я сейчас. Сейчас живу реально. Убораживаю. А? Убораживаю. Вы можете это узнать, только приехав ко мне, я вам на ушко расскажу. Так, около шести, сейчас вы делаете монтажку, после монтажки кто-то из вас едет на Гарина забирать шпильку. Пирожочек и сюрпильчик. Пирожочек и курю сигарету и буду рассказывать про вот этого человека. А ты уж не куришь. Куришь, да. Все тут дымят. Я Вике ничего не скажу. Накурили, посмотри, все, все. я тут один не курю но я всех не не один да спасибо здание вдвоем не курим но мы всех пацанов короче перетянем на свою не курящую сторону быть вообще не так с этим блоком управления с этим вообще блоком управления написано короче на крышке что поврежден он короче чувак чувак когда-то при как я с этим типом познакомился одним таким поздним зимним вечером приходит его брат сюда и говорит чуваки посмотрите мою машину это дерьмо было это ford escort который месяц нам делал мозги вот и тут появился ветл брат этого чувака который привез машину и в итоге не знаю такой чувачок просто знаешь такое что-то там рассказывал я не знаю я на него посмотрел посмотрел думаю что ты вообще сюда пришел и не понял вообще фиесту тебе пригнал а фиест да но это подожди это потом потом помимо стоит ford и стоит фиеста это один из первых месяцов когда мы здесь начали работать в работы не было вот мы занимались эскортом красным эскортом да и фиеста вот помимо фиесты мы эскортом занимались помимо эскорта фиестой чувак пришел сам снял короче аморты сказал я поеду их отреставрирую потом подошел к эскорту говорит давай там что-то припаяем какие-то светодиодики посмотрю потому что эскорт реально задрочил мозг мы не понимали короче движок не запускался то запускался все провода целые все приходило все уходило питание везде было массы везде были проводку полностью переделали сами изготовили проводку под этот эскорт все мы сделали но все равно все датчики поменяли у чувака были гора датчиков новых он когда покупал машину да у него там вдобавок с машиной датчики еще разные были половина датчиков до сих пор у меня этих датчиков тут валяются и блоки управления все мы уже поменяли все и все равно машина делала мозг непонятно по-моему там искры дарю не было то было то не было им вижу или троил да что то такой до сих пор он троит где-то у кого-то у другого взял вообще не то взял взял четыре головки и вообще ни одна не подходит кто-то 22 или 24 видно шов с другой стороны все прекрасно бита не кражет лёха сколько ты занимаешься кузовным ремонтом с 2005 года 11 лет что-то уже насмотрелся всякого всякое бывает и деревянные крылья на автомобилях это тоже бывает и созданные с пеной короба это все присутствует поедем а куда едем привет разрешение на съемку надо меня снимать ты красивая человеку ты больше это это не 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 я воду буду а не не бери себе что ты хочешь два нон стопа и водичку как вы делаете да есть вода у меня вооружение 33 ой ты скоро стоишь здрасте а вы спрятались я вас не сразу заметил а вы красивая а ладно никто тебя не увидит сколько скучно ли нам приятного вам аппетита во первых да нам скучно вообще мы не знаем чем заняться за вас поработать я могу с вами поработать хотите все так подожди черных я сказал два нон стопа и водичку ребят на как я устал пойду-ка я спать все всем удачи всем пока до встречи но мужики ставьте лайки подписывайтесь на канал чек харьков ну и до новых встреч